всем доброго дня ребят у нас сегодня вот такая вот статейка антифриз g13 желтый и фиолетовый подробная инфа почему я в общем решил записать это видео она будет очень коротким да потому что когда я писал про антифриз красный зеленый синий можно посмотреть это вот по этой вот ссылочки в общем я внизу краем скажем так затронул антифриз g13 и сказал что он реально фиолетовый и блин и тут понеслось то есть мне постоянно задают вопросы сергей почему ты говорил что антифриз g13 фиолетовый хотя он желтый очень решил записать это это видео скажем так чтобы ответить на ваши вопросы и как бы развеять все мифы про этот g13 несчастный антифриз в общем смотрите изначально g13 антифриз разработан компанией ну вак но из не компании а концерном вак это volkswagen audi group ну вот если боюсь сейчас написать неправильно volkswagen audi group вот и он изначально был реально фиолетового цвета то есть он был реально фиолетовый то есть не было больше никаких как бы цветов кроме фиолетового вот именно в свои автомобили и они стали заливать фиолетовый антифриз g13 именно g13 изначально был фиолетовым вот состоит он у него значит составчик пропиленгликоль дистиллированная вода присадки гибридные то есть они обволакивают внутри трубки и также защищают от коррозии то есть этот антифриз на данный промежуток самый совершенный но после того в общем как volkswagen изобрел этот антифриз эти антифризы начали производить другие компании и они начали производить его именно желтым цветом то есть желтый рисую красным потому что нету желтого фломастера туп ребят да ну просто чтобы отличали то есть на данный промежуток времени есть желтый и есть фиолетовый они абсолютно одинаковые по составам но почему-то сторонние производители начали производить именно желтым цветом они фиолетовым как volkswagen я очень долго рыл информацию про то чтобы ну как бы почему вдруг желтый цвет да и в общем нарыл несколько как бы версий которые ну как бы говорил в которых как бы объясняется почему вдруг желтый они фиолетовые как у volkswagen в общем первая версия это то что volkswagen ну так вот напишу вак запретил использовать фиолетовый цвет ну так вот напишу вот и поэтому сторонние производители начали делать его реально желтым и второе это то что производители тупо сторонние производители не хотят подстраиваться под volkswagen и делают его желтым для того чтобы отличаться от volkswagen ну напишу так вот напишу своя воля вот мне задают сейчас вопрос вот например особенно владельцы новых volkswagen которых закончилась гарантия и очень очень частый вопрос какой если покупать антифриз отвага то есть фирменный антифриз да ну вот кстати вот фоточка небольшая смотрим продается он вот таких вот как бутылочках стоит он реально дорого ну я не знаю сейчас ребята в ценах не ориентируюсь просто реально стоит он дорого ну я предполагаю что там за литр может быть рублей 300 400 там загибает может даже еще выше вот если брать вдруг желтый антифриз то желтый антифриз тоже g13 но он стоит в разы дешевле то есть литр там может стоить рублей ну там я не знаю 100 может быть даже ну там 120 то есть раза в 4 он дешевле стоит как пишут мне вот все мои читатели слушатели и так далее вот что делать можно ли их смешивать можно ли слить вот этот дорогущий фиолетовый антифриз залить в него реально желтый антифриз будет ли это ошибка или не будет ребят да конечно не будет это ошибкой можете смело смешивать можете смело сливать этот антифриз фиолетовый добавлять туда желтый он еще раз повторю он такой же как и фиолетовый разница только в красителе вот и все то есть если он делается желтый по стандарту g13 значит он должен как бы выдерживать все его характеристики а это именно пропиленгликоль вместо этиленгликоли дистиллированной водой и применяются гибридные присадки посмотрите вот статью как я вам вначале оставил ссылочку там все вот про эти присадки рассказывается где чё и как вот поэтому смело можете смешивать но при смешении антифризов он становится темный это многих пугает то есть он вроде не фиолетовый фиолетовый и не желтый а такой как бы темный но ребят скажу так даже если вы сольете нахрен весь этот антифриз и добавить желтый просто туда в свой volkswagen например да или там audi или еще какой-то автомобиль ошибкой это не будет он еще раз такой еще раз подчеркиваю он такой же как и фиолетовый запомните есть фиолетовый желтый я так подозреваю что ну там через год через два может вообще какой-то там коричневый сер буркодявчатый появится и будет г-13 называться и он тоже будет г-13 его также можно будет смешивать и желтым с фиолетовым вот нужно смотреть на аббревиатуру аббревиатуру г-13 если она стоит то неважно какой цвет и не надо писать что сергей ты ошибаешься г-13 только желтый не знаю типа откуда ты взял фиолетовый ребят зайдите в салон вага любой салон это skoda volkswagen audi там сиат по моему и спросите фиолетовый антифриз г-13 они вам его покажут потому что у них нет никаких желтых а есть фиолетовый чем воду вот такая вот статейка ребят быстро как и обещал все подписываемся на канал ставим лайки если понравился ребят всем пока